Как так жить? Верите ли вы после таких сюжетов в свободные выборы, в демократию, в реальное волеизъявление народа? Может, вам показалось это нормальным? К сожалению, это происходит повсеместно. Пока образование в руках заинтересованных, людьми можно будет управлять как угодно. И все начинается, конечно, со школьных учебников. Я приведу одного грузинского историка, профессора Джабра Самушрия. Простите, не удержался. Об этом, кстати, писала грузинская газета «Палитра недели». Так вот, историк обратил внимание на азербайджанский учебник истории восьмого класса, где говорится, что грузинские и армянские феодалы при помощи Византии устраивали крестовые походы против турок-сельдюков. Для борьбы они заключали союз с крестоносцами. Они пытались вытеснить с Кавказа мусульманский фактор, звучит так, да, и раздробить азербайджанские земли. В 1120 году Давид IV напал на Ширван, он разорил город Габалу и забрал азербайджанские богатства. И в 1122 году Тбилиси перешел в руки грузин. Обычно историю переписывают, чтобы потом переписать имущество, но тут совсем какой-то перебор. Как вы понимаете, с чисто научной точки зрения учебник не выдерживает никакой критики. Абсолютно политизирован, где история Ирана, Мусульманских Эмиратов, Албании, Ширвана и частично Грузии выкроена под историю Азербайджана. И колесо мировой истории, нерассчитанное, конечно, на дороге азербайджанской пропаганды, лопается прямо на глазах. Та же картина и с учебником истории 7 класса, где весь период Ахменидов и Сассанидов объявлен историей Азербайджана. Историк пишет, по учебнику Тбилиси, азербайджанский город Тифлис был городом Арана, часть современного Азербайджана, на примере Берта, Дербенда, тоже азербайджанского города, кстати, Шамахи и Тбилиси. Дети обучают тому, каким были города в средние века. При этом по этим учебникам нельзя, конечно, учить ни в Грузии, ни в Азербайджане, говорит профессор, поскольку это чистой воды разжигания национальной ненависти. Грузины отвратительные агрессоры, как и армяне, отобравшие у бедных азербайджанцев Тбилиси. Это вам ничто не напоминает? Хорошо было бы, если бы в школьную программу Азербайджана поступил учебник, ну, истории, основанные на реальных событиях. Ну, это как фантазия. Но пока, увы, в учебниках говорится, что армяне пришли на Кавказ только в XIX веке, и почему-то не объясняется, как в таком случае они воевали в XII веке против мусульман. Я думаю, азербайджанским пропагандистам стоит перестать щипаться в душе, ну, чтобы потом не рассказать такие душешипательные истории. Все вокруг враги, все агрессоры. Правда, что ли, да? По-моему, ребят, пора перестать лечить насморк кокаином. Субтитры создавал DimaTorzok